Велосипед Северодвинска о спорте. Первыми сегодня почли память павших воинов-велосипедисты. Они организовали пробег от огня к огню, от вечного огня в Северодвинске к вечному огню в Архангельске. Их провожал Константин Мухин. Велосипед это, пожалуй, одно из лучших изобретений человечества. Вы знаете, что еще во время Первой мировой его использовали в военных целях. На него устанавливали пулеметы, автоматы. У Германии было 100 тысяч велобойцов. Но сегодня для этих 70 ребят велосипед это мирный транспорт. Третий велопробег от огня к огню собрал рекордное количество участников. Очень знаменательно, что в 70-летие Великой Победы велосипедистов собралось 70. У памятника ратному подвигу северодвинсцев собрались разные поколения спортсменов. Но всех их объединила любовь к велоспорту. Приехали и гости из Архангельска. Сегодня встало 5 утра. В 5.50 у нас был сборный железнодорожный мост в городе Архангельске. И сюда группой 16 человек мы приехали для того, чтобы поучаствовать в велопробеге от огня к огню. В 9 утра поедем в Архангельск. Эта акция не преследует соревновательных целей. Во время пробега не надо показывать свои спортивные кондиции. Колонна будет двигаться с оптимальной скоростью, чтобы и неподготовленные люди смогли доехать до Вечного огня, поморья и возложить цветы. Что это для вас в День Великой Победы проехать от Вечного огня к Вечному огню? Это, конечно, память. Память 9 мая, 70 лет, этот великий день, этот праздник. Мы тоже поддерживаем этот день и, скажем так, привлекаем молодежь, чтобы она тоже помнила этот великий день и таким здоровым образом жизни, скажем, на велосипеде. Набережную Северной Двины велопарад достигнет через три часа. Кому хватит сил, вернутся обратно своим ходом. Новички будут добираться общественным транспортом. Константин Мухин, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска.